В продолжении нашего предыдущего разговора я сегодня хотел бы остановиться на такой теме который ну скажем так мы немножечко не задумываемся вот и вот это вот незнание кстати скажем достаточно распространенное мнение вот после того как лекция появилась в интернете много обращений даже не с нашего сайта с тем что вот жаль что мы об этом не знали раньше что нас не учили и так далее и так далее но вот скажем так вы можете это исправить уже в лице своих детей внуков и вот еще один момент о котором мы не задумываемся и который напрямую влияет на отношения в семье на отношении между взрослыми людьми на отношении между ребенком и родителям и так далее значит речь идет о ситуации которая ну скажем получила свое официальное название но сегодня можно говорить уже о том что это не какая-то мистика что это не какая-то субстанция непонятная это изучено это исследовано это определено и даже благодаря определенным прибором это наглядно речь идет о ситуации связаны с передачей биологической энергии давайте мы немножечко с вами определимся вот часто мы говорим об энергии часто мы говорим о том что вот есть что то что передается на самом деле мы не всегда осознаем а что это такое то есть для большинства понятие биологической энергии остается ну скажем какой-то абстрактной единицы на самом деле это такая же структура которая очень похожа на электрический ток мы его тоже не видим но мы его постоянно ощущаем то есть движение заряженных частиц на самом деле действительно движение заряженных частиц есть и в нашем организме поскольку организм наш объект биологический то этот вид этот вид энергии получил название биологическая энергия откуда она берется дело в том что мельчайшая структура человеческого организма а именно клетка обладает целой группой органов которые выполняют каждый свою функцию и один из органов клетки так называемая так называемая это структура которая занимается выработкой клеточной энергии вот откуда она берется она получается из как следствие продуктов биохимических реакций в частности с глюкозой с белками с аминокислотами и так далее я не буду углубляться потому что тогда можно читать целый курс биологической химии и закопаться очень далеко дело не в этом дело в том что вот эти митохондрии в каждой клетке вырабатывают определенное количество энергии которая распределяется ну скажем где то ну плюс минус пополам половина уходит на жизнедеятельность клетки клетка живой организм она размножается она делится она питается она живет дышит вот потребляет определенное количество энергии а часть энергии уходит как бы на деятельность всего организма и уходит туда где это прежде всего необходимо ну например там когда мы работаем ходим большинство энергии уходит на к мышцам клетка мышц когда мы скажем всегда когда мы допустим пообедали хорошо да большинство энергии уходит на клетки органов пищеварения ну и так далее можно говорить понятно да значит и часть энергии уходит как бы в пространство вот это вот то что организм отдает и в то же время организм потребляет энергию единого космического пространства то есть здесь осуществляется некий обмен между космоса между пространством и между организмом вот поэтому я думаю что вы интересно вот обратите внимание на одну особенность люди даже очень близкие когда вступают в очень тесный контакт ну допустим там обнимаются гладя друг друга и так далее через какое-то время они стараются немножечко отодвинуться соблюдать определенную дистанцию потому что обмен энергии начинает происходить активно и человек который для которого энергия своя она индивидуально получая энергию чужую ощущает некий дискомфорт так вот в определенный момент у определенных людей происходит по каким-то причинам нарушение биоэнергетического обмена между человеком и вселенной ну например да человек который часто болеет человек который склонен каким-то какой-то депрессии какой-то меланхолии человек который находится в состоянии стресса вот он начинает ощущать нехватку энергии то есть обмен между организмом человека и вселенной он тормозится в то же время начинает тормозиться работа метахондрии то есть выработка энергии человека самого тоже замедляется вследствие этих процессов поэтому человек начинает ощущать нехватку энергии как это внешне выглядит это выглядит в момент когда человек устает быстро когда человек раздражается когда человек часто начинает болеть в чем неосознанно непонятно что и вот есть определенная группа людей которая пытается и умеет эту энергию восполнить из космоса да это довольно трудно это требует определенных усилий это нужно проводить какие-то медитации это нужно сделать какие-то упражнения это нужно прежде всего осознавать и пытаться исправить гораздо легче пойти по другому пути и часть людей скажем человеку всегда свойственно идти по пути наименьшего сопротивления они идут по пути другому а именно зачем вот прилагать какие-то усилия когда можно легко забрать энергию рядом находящегося человека вот это вот ситуация и получила название энергетического вампиризма то есть что такое энергетический вампиризм или энергетические вампиры это люди которые являются так скажем энергетическими паразитами они вот пытаются у них это получается довольно легко ну скажем грубо да присосаться энергетически к человеку здоровому нормальному и получать энергию от него абсолютно так скажем не прилагая особые усилия значит давайте попробуем разобраться как же вы да вот мне сейчас могут сказать что все люди которые там грустят или которые в стрессе или которые болеют или которые расстроены все это энергетические вампиры нет не все вот давайте попробуем научиться разбираться в энергетических вампирах прежде всего мы должны понять что энергетический вампиризм может быть двух видов он может быть осознанным когда человек называется так осознанный вампиризм иногда называется вампиризм солнечным значит когда человек понимает что он делает то есть он это делает осознанно он пытается вот совершенно сознательно восполнить энергию за счет другого и так сказать получить от этого удовольствие такой энергетический садизм своеобразный а есть люди которые этим занимаются неосознанно такой вампиризм ученые называют вампиризмом лунным вот и человек он не понимает что он делает но вот после определенных действий ему становится хорошо и он не осознает почему это произошло значит неосознанный вампиризм это ситуация когда человек ну например в частности начинает кому-то жаловаться и вот мы можем я думаю наверняка многие попадали в ситуацию когда ну вот допустим такой реальный пример очередь к врачу все сидят тихенько ждут когда прием и вдруг кто-то начинает говорить соседу вот у меня там болит то-то у меня болит то-то вот я такая такой несчастный вот всех десять врачей поменял никто мне не помогает вообще никто не понимает что со мной вот наверное я скоро помру и вот пока он сидит ждет своей очереди он все это высказывает тот кому он это высказывает вдруг становится хуже а тот кто говорит ему уже врач не нужен он встал и ушел ему уже стало хорошо типичный случай энергетического вампиризма когда люди вот скажем так неосознанно получают энергетический момент очень часто можем услышать ситуацию особенно вот в наше время это стало ну скажем так достаточно обычным явлением когда люди начинают говорить о том что все плохо вот понятно что многие ощущают что скажем да ситуация тяжелая ситуация плохая но не все об этом постоянно говорят как только вы столкнулись с человеком который начинает рассказывать как ему плохо какой он несчастный что его никто не любит его никто не понимает и вот ему там скажем никто не может помочь и так далее вы столкнулись с классическим случаем энергетического вампиризма сейчас я подойду потихонечку к ситуации в семье вот довольно часто ситуация когда ну допустим вариант на работе когда скажем как начальник или человек который стоит рангом выше на работе начинает говорить ты вот такой дурной ты ничего не понимаешь я там вам стараюсь все условия я вам там тринадцатую зарплату а вы ни хрена не делаете вы подводите там меня вот по работе и так далее вот это классический случай энергетического вампиризма точно так же ведет себя мать по отношению к ребенку когда начинаем говорить примерно следующее вот я тебя люблю а ты меня ни во что не ставишь ты меня не ценишь вот ты там приводишь какую-то там вот заразу которая отравляет мне жизнь я тебе всю жизнь не дала а ты вот не этого как бы да не ценишь понимаешь вот меня не любишь а я для тебя вот все вот это классический случай энергетического вампиризма к сожалению очень часто бывают ситуации когда дети особенно ну скажем так привязаны к матери ну они ломают свои жизни вернее мать им ломает жизни потому что они не могут создать семью я к сожалению довольно часто сталкиваюсь ситуации когда человек взрослый скажем там двадцать тридцать а то и сорок лет живя с матерью или рядом с матерью настолько настолько боится ее обидеть настолько боится ее огорчить что ну скажем так ломает уничтожает свою личную жизнь дабы не огорчить мать и у таких детей не получается личная жизнь они не могут оставить маму они не могут вот ее ослушаться а мама этим прекрасно пользуется и иногда даже переживает своих детей потому что она ими питается питается энергетически вот доводя скажем до своего ребенка до какой-то тяжелой болезни вот маскируя это под маской материнской любви вот типа того что вот да я тебя вырастила я тебе все отдала а ты там меня на какую-то там вот на букву б променял и я вот остаюсь одна и никому не нужно все процесс энергетического вампиризма работает в полной мере и к сожалению очень часто это начинается с детства вот вы никогда не задумывались почему подростковый возраст вот считается таким тяжелым когда вот дети подростки начинают высказывать показывать свой характер они начинают не слушаться они начинают грубить они начинают как бы вот да делать то что они хотят абсолютно не реагируя на взрослых и мы говорим вот тяжелый возраст вот я не знаю что с ним делать вот он такой непослушный и очень часто в этот период дети действительно становятся ну скажем возникает катастрофа когда дети уходят наркотики когда дети уходят ну подростки да в алкоголь когда они уходят из семьи и возникают трагедии почему именно в этом возрасте дело в том что именно в этом возрасте наступает момент когда ребенку максимально необходимо свое энергетическое пространство организм подростка он становится очень ранимым почему потому что он выходит как бы он находится в состоянии внутреннего стресса и количество энергии которое тратит организм подростка на вот становление своего как бы своего организма оно резко увеличивается и это в этот момент организм подростка он максимально чувствительный к изменениям энергетическим и когда ребенок начинает подросток начинает ощущать вот даже мельчайшие попытки отобрать у него энергию что делает в семье непроизвольно для него это становится ну скажем так очень ощутимо он стремится от этого уйти он стремится себя защитить то есть такая реакция подростка это его защитная реакция и он он же не осознает еще вот эти моменты поэтому совершенно неосознанно он стремится защитить свой организм защитить свою энергию от излишних потерь и он уходит он начинает защищаться так как он умеет защищаться а именно отталкиваться от от отгораживаться от взрослых уходя в свою жизнь и вот здесь ну по большому счету неосознанно мы сами толкаем ребенка на вот такое состояние если мы внимательно посмотрим за развитием ребенка мы увидим что таких моментов в взрослении ребенка несколько ну например мы знаем что есть возраста когда дети становятся в основном неуправляемыми это где-то 3-4 года когда ребенок идет там в садик да и вот начинаются проблемы это 6-7 лет когда ребенок идет в школу и это вот подростковый возраст это периоды когда ребенку очень важно то количество энергии которое он вырабатывает требуется максимально его эти в этих периодах ребенок очень чувствителен к малейшим потерям энергии и вот здесь возникает вопрос скажем так да что делать ну во-первых мы приходим к тому что у каждого ребенка должно быть свое жизненное пространство то есть это то пространство куда ну в принципе оно должно быть у каждого человека но большей частью родители пытаются особенно для подростка это важно навязать личности ребенка свое видение мира то есть да вот мы очень часто не замечая говорим ему вот ты не тем занимаешься вот нечего тебе вот это делать займись лучше этим это больше для тебя нужно это больше для тебя пригодится реакция будет как правило совершенно обратная потому что это вмешательство подросток воспринимает не как заботу а как вмешательство в свое энергетическое пространство то есть это на самом деле так он это ощущает он это ощущает как состояние энергетического вампиризма и вот я думаю что если вы внимательно проанализируете ваше состояние после того как вы провели с ребенком воспитательную беседу вы почувствуете состояние свое состояние умиротворенности и удовлетворения вы довольны что вы исполнили свой родительский долг что вы поговорили вы думаете что вот наконец-то я нашла нужные слова вот наконец-то он осознал вот и я думаю что все будет хорошо все в точности да наоборот вот вы получили энергию от ребенка вы ее как бы да вот откачали вы довольны вы насытились а ребенок ваш испытывает резкий дискомфорт и как правило после таких педагогических в кавычках бесед ребенку становится плохо у него срывы у него могут быть истерики очень быстро заболевает потому что падает иммунитет и как бы да родители в недоумении а что такое точно такая же ситуация возникает при конфликтах между родителями то есть при внутрисемейных конфликтах в этой ситуации и родители занимают позицию скажем так да семейного вампиризма и вот здесь как говорится да кто сильнее тот и победил как как обычно так бывает да вот у кого больше энергетическое поле в этом случае ребенок становится скажем пассивным донором то есть он как пассивный курильщик да когда человек курит а тот кто находится рядом он отравляется точно так же когда ребенок находится в эпицентре скандала он благодаря тому что попадает в состояние стресса он теряет свою энергию ему становится гораздо хуже чем вам обоим почему потому что оба родителя оба участники или несколько участников скандала они являются вампирами и ребенок в два раза больше или в три раза больше теряет свою энергию то есть ему становится гораздо хуже значит что из этого следует из этого следуют следующие моменты во первых каждое ваше общение с ребенком оно должно быть чрезвычайно продумано вы должны воспринимать ребенка как самостоятельную личность вот и вот здесь я даже не знаю что первично что вторично это скорее всего я думаю что после моего рассказа Давид обязательно прокомментирует потому что на многие вещи мы смотрим одинаково вот что первично что вторично это любовь к ребенку или уважение к ребенку как личности скорее всего это должно присутствовать и то и другое и оно должно не подменять а как бы вот дополнять друг друга потому что с раннего возраста ребенок должен восприниматься как самостоятельная личность со своими взглядами со своими скажем особенностями вот которые нужно воспринимать так же как вот вы воспринимаете взрослых людей да значит это первое второе ни в коем случае ваш разговор не должен носить какой-то обвинительный или нравоучительный характер я считаю что характер разговора с ребенком должен быть должен происходить в рамках диалога то есть вы должны выслушать ребенка и даже если он не прав на ваш взгляд он всегда имеет право на ошибку нервная система человека устроена таким образом это физиологический факт что человек не способен осуществлять свое поведение не получив жизненный опыт то есть не получив какой-то определенный не выработав какой-то определенный человечество не учится на чужих ошибках если вы ребенку говорите вот не будешь учиться будешь дворником там скажем как там сосед Вася это бессмысленный разговор ребенок только разозлиться он не может понять почему сосед Вася плохой человек почему работы дворником это плохо чем это плохо ему это непонятно он должен это понять на своих ошибках ну например скажем да как это выглядит ну выглядит допустим когда кто-то в школе или в садике добивается больших успехов вот его хвалят становится обидно и вот здесь вы подсказываете ребенку что вот смотри там скажем Маша вот она читает лучше она занимается и она может больше знать и ребенок начинает понимать ага да для того чтобы мне выйти и быть таким как Маша мне нужно вот заняться он сам это понимает вы можете миллион раз говорить что ты должен это делать он пока не поймет что действительно ему это надо он не будет этого делать соответственно тут появляются мелькают вопросы личность ребенка она не зависит от его ну скажем так особенностей любой человек уже в утробе матери это личность и вот почему-то вот интересный момент вот сейчас вы все вспомните как вы вели себя во время беременности вот мы об этом совершенно не задумываемся но я вот хочу среди наших слушателей чтобы кто-то признался что во время беременности когда вы разговариваете с ребенком вы разговаривали с ним норовоучительно грубо кричали на него ругались допустим когда он там толкается я думаю что ни одна мама не скажет что она так себя вела даже ну скажем в очень раздраженном состоянии она всегда будет говорить со своим плодом который находится в животе ласково и нежно а куда девается все это когда ребенок рождается почему мы позволяем себе вот ту же самую личность воспитывать ругать учить скажем жизни таким образом как мы считаем что это правильно а кто сказал что мы правы вот интересно вы когда учите ребенка читаете ему какие-то нравоучения говорите ему о том что он должен поступать вот так или а не иначе почему вы так уверены что вы правы может быть как раз он прав ведя себя так как вам ну вот допустим непривычно и необычно задумайтесь об этом и когда вы захотите ну скажем так ребенка приблизить к себе почему во многих семьях ребенок начинает отдаляться от родителей потому что он перестает чувствовать уважение к себе как личности да любовь он чувствует ну практически всегда очень редко я сталкивался с ситуацией когда дети говорят что там родители меня не любят ну может быть в ситуации когда происходит развод и то ребенок спрашивает он всегда спрашивает а что там папа который ушел от нас что меня уже не любит он ищет отказа он ищет чтобы он хочет чтобы ему сказали нет там сыночек папа тебя очень любит и для него единственный просто вот так сложилось ему важно это узнать ему важно это услышать ему важно это почувствовать вот но есть второй момент есть момент уважения и очень часто когда общаешься с подростками которые находятся в конфликте с родителями слышишь от них следующее вот спрашиваешь ты что думаешь что тебя родители не любят нет я знаю что они меня любят но они меня не понимают и вот это вот ключевое слово понимают это означает что они не понимают его как личность они считают что он ну скажем маленький что он ничего не понимает у него нет жизненного опыта и к сожалению это приводит к катастрофическим последствиям позже даже если ребенок не попал в дурную компанию не ушел вот куда-то во вредные привычки и не ушел из семьи он не сможет нормально создать свою семью в таком случае ребенок всегда будет оглядываться на родителей оглядываться на мать подчиняться ей это один вариант другой вариант он будет моделировать модель воспитание себя на воспитание своих детей и тогда в семье скажем да в его опять начнутся те же самые раздоры и те же самые скандалы которые были у вас это характер поведения ребенка он закладывается в образе жизни не ведь мы не только подчиняемся законам генетики это в нас заложено и это передается из поколения в поколение называется генотипом но есть еще одна составляющая нашего бытия это влияние окружающей среды на формирование личности человека это называется фенотипом то есть это семья это школа это воспитание это это восприятие источников информации на сегодняшний день это экологическая обстановка и так далее и так далее все это формирует вот личность человека и продуцируется на те жизненные ситуации в которые человек оказывается и вот довольно часто начинаешь ну скажем да вот пытаться помочь людям в ситуации когда ну скажем да сын привел жену которая не нравится родителям и начинается даже самые умные родители пытаясь вот держать себя в руках все равно энергетически и вот на уровне энергетического вмешиваются в жизнь семьи своего сына и ничего хорошего в этой ситуации не получается что же делать ну во-первых надо уважать выбор своего ребенка в любом случае ребенка надо поддержать и вот когда иногда бывает ко мне обращаются советом что же делать вот он привел ну вот такую тихий ужас что же делать как его спасти я всегда говорю не надо его спасать дайте ему возможность совершить ошибку как ради мама начинает возмущаться как ему будет плохо он будет несчастный не будет что должна сделать мама смотрите если мама будет ему говорить вот я же тебе говорила вот я же тебя предупреждала вот сколько тебе можно было говорить вот мы же оказались правы и тогда ребенок той семье где ему плохо он будет молчать он будет страдать он будет болеть но он никогда не придет к вам за помощью его нужно поддержать сказать да я понимаю твой выбор ты делай так как ты считаешь нужным ну ты знаешь что у тебя есть скажи мама которая всегда тебя поддержит и тогда да через некоторое время сын поймет что он совершил ошибку ему плохо он должен был вас послушать но в этой ситуации когда вы его поддержали он всегда придет к вам и скажет мама прости ты была права вот и вы его принимаете и он понимает что у него всегда есть близкий человек который его не просто любит а который его понимает таких ситуаций можно рассматривать до бесконечности они каждый каждая ситуация скажем да она по-своему должна рассматриваться она индивидуально нет общих советов единственное что можно сказать что при общении с ребенком вы должны воспринимать его поведение как его как еще раз повторю самостоятельную личность которая имеет право на свое жизненное пространство вот мне очень интересно жалко что я вас всех не вижу я бы сейчас попросил поднять руки тех родителей которые заходя к ребенку в комнату стучатся и спрашивают можно войти я думаю что таких будет очень немного а на самом деле делая так вы проявляете просто неуважение к ребенку как самостоятельной личности даже если ему три года и он вы чувствуете что он там хулиганит и что нужно срочно вбежать и вмешаться а бегая и вмешаетесь вы нарушаете его жизненное пространство вы вторгаетесь в его жизненное пространство и тем самым начинаете вести себя как энергетический вампир поэтому вот тут мелькало я всегда стучу молодец вот поэтому всегда нужно относиться к ребенку так как вы хотите чтобы посторонние люди относились к ребенку и вернее относились к вам самим значит ну я думаю что возникнут вопросы а как же тогда разговаривать с ребенком ну разговаривать так как вы разговариваете примерно на семейном совете ну допустим разговаривая с мужем вы же не ну я надеюсь да вы же не говорите вот я тебе сказала что нужно сделать так вот и иди сделай так да на самом деле допустим да предположим как вариант говорите что смотри вот такая ситуация как ты думаешь как в этой ситуации ты должен поступить выслушайте его и даже если он не прав постарайтесь чтобы он понял что он не прав или она да понятно но ни в коем случае не навязывайте свое мнение как только вы будете говорить о том что я вот думаю что нужно поступить вот так все считать что разговора нет и не бойтесь предоставлять ребенку совершать ошибки да будьте рядом наблюдайте издали вот осуществляйте наружное наблюдение да издали не вмешиваясь и подстрахуйте его в случае если он совершит ошибку дайте ему возможность убедиться что он неправ и всегда примите его таким каким он к вам приходит без обвинения не надо говорить ребенку который пришел к вам с покаянной головой говоря мама ты была права ни в коем случае нельзя говорить вот я же тебе говорила все больше он не придет Аркадий просто поддержите вмешаться чтобы немножко сбалансировать произнесенное я ждал когда даже провоцировали я хочу сказать что формулировку дайте ребенку совершить убедиться в том что он нужно изменить еще на другое что он прав задача родителя это не в том чтобы ну сопровождать ребенка в совершении неправильного убеждения в этом в том чтобы сделать его самостоятельным и способным правильно оценивать ситуацию совершать правильные действия и самое важное чтобы он имел опыт совершения правильных действий и быть уверенным в том что вот он поступает правильно вот эти вот все воспитанные комплексы неполноценности а вот ты всегда не прав а я же знал а оно вот и то что формирует маменького сыночка и маменьку или папеньку вампира но мне эти термины не близки но это как бы общеизвестные поэтому используя термин на мой взгляд несколько по-другому и снова немножечко тоже вмешались это просто понятнее это ну такой понятнее мы как родители обязаны содействие тому чтобы дети поступали правильно и были сильны в этом все так вот да разумеется чтобы они были замечательными людьми чтобы чувствовали окружающие были заботливы внимательны и так далее но самое главное чтобы они были сильными успешными в жизни да так вот для этого они должны выбрать тот путь который они который им близок да вот часто сталкиваешься с ситуацией когда уже взрослые люди ну пенсионного возраста говорят вот я всю жизнь занималась не своим делом вот мама меня там пропихнула и вот я всю жизнь мучилась и вот к старости вот ну вот неудовлетворенность вот не тем занималась почему мама пропихнула вот мама считала что мне это надо а я хотела другим заниматься и вот ничего не добившись толком в том что запихнула в той профессии куда запихнула мама общество потеряла может быть какого-то таланта или гения вот в той области которая оказалась нереализованным Аркадий немножко резюмируя то что вы замечательно рассказали можно сказать так что вот подобная ситуация это просто совершенно явная демонстрация от базисного необходимого это уважение отсутствие уважения вот к этому приводит только отсутствие уважения к ребенку словами как личности еще что-нибудь я пытаюсь объяснить что входит в понятие уважения то есть это скажем так отношение к ребенку вот к его взглядам к его желаниям с пониманием то есть это нужно принять не исправлять не можно корректировать но это должно быть настолько чутко и настолько аккуратно чтобы ребенок не понял что вы корректируете а чтобы он как бы да я не согласен особенно в наше время воспитание должно быть явным воспитанием конкретно это можно а вот это не можно нельзя это хорошо вот это плохо Аркадий вас говорит питерская интеллигентность и воспитанность и не только но это не всегда то что нужно правильно но дело в том что он должен понять почему плохо совершенно верно для этого он имеет право услышать себя прямым образом и без всяких икивоков без всяких попыток это как-то сгладить и какими-то когда нужно остановиться надо помочь ребенку остановиться все Аркадий можно я вмешаюсь тут на тему того должен ребенок понять что хорошо и что плохо вот смотрите на меня одна фраза и вмешаюсь почитайте Маяковского что такое хорошо и что такое плохо там все написано да совершенно верно так вот посмотрите на меня и на моего старшего ребенка вот мы как раз мой старший ребенок жертва так сказать вот этой вот самой интеллигентности ребенок должен понимать почему он меня совершенно убил когда когда им было лет 16 или 17 он мне сказал что я их совершенно неправильно воспитывала что я с ними пыталась быть так сказать другом и пыталась им все объяснять а нужно было воспитывать их авторитарно и для меня это было надо сказать шоком а потом я поняла в чем дело ребенок который так сказать которому все объясняют он все время встает перед необходимостью самому делать выбор и самому брать на себя ответственность а он еще маленький он еще не может то есть когда он подрастет он сможет и будет это делать но пока он маленький для него это очень тяжелая нагрузка поэтому ему плохо и вот я на младших уже так сказать совершенно по-другому так сказать на них смотрю и совершенно с другим подходом и я вижу что все гораздо лучше но здесь разумеется не речь идет о том что управление авторитарными детьми о том что родитель должен иметь смелость авторитарно говорить вот брать на себя ответственность за такое решение и говорить вот это должно сделать так а не типа ты там делай как тебе хочется а я к этому отношения не имею да это вот СФ совершенно правильно сказала здесь родитель должен Аркадий вы почему-то звук выключили мы вас не слышим да да нет и родители иногда предпочитают не обращать внимания на то что происходит с детьми проявляя как бы залегатность и прочее а практически это просто-напросто это трусость и бегство от ответственности когда нужно ребенку поддержать твердым каким-то решением которое он сам не может данную минуту а поддержать его надо так чтобы в следующую минуту он сам мог это сделать это я об этом и говорю вот это есть скажем так восприятие ребенка как личность то есть дать ему направление и дальше чтобы он принимал решения уже самостоятельно Ну, это Аркадий, опять же, я же повторяю, работает с определенного возраста, потому что у меня до сих пор отношения своеобразные именно в силу того, что он меня не уважает, он считает, что я не брала на себя ответственность за его воспитание. Хотя я всего-навсего старалась видеть в нем личность, уважать, уступать его, так сказать, желаниям, предоставлять ему возможность, так сказать, делать так, как он хочет, выбирать, а надо было, оказывается, совсем не так. Next, не будем сейчас углубляться в подробности. Да, здесь... Следующий, Аркадий. Ну, давайте перейдем к вопросам, уж там уже вопросы мелькают, не успеем ответить. Кто там следит за вопросами, зачитывайте. Девочки, там вопросы есть? Так, первый вопрос. Здравствуйте, доктор Аркадий. Наш папа всегда говорит сыну, что мужики не плачут, плачут только девчонки. Как вы считаете, нужно ли давать мальчику разрядку в виде слез? Или папа все верно говорит? Это вопрос к мужчинам уж точно. Можно я как мужчина отвечу? Да. А как, интересно, папа был воспитан? Ой, мне вспомнился... Я, может быть, неправильно сейчас скажу, но мне почему-то вспомнился сейчас один фрагмент из того, что я прочитал недавно, о том, что у одного известного актера, который мне тоже как актер весьма нравится, оказалось, что у него отношения с детьми, он как бы не раз был женат, от него жены сбегали. При этом внешне выглядит очень замечательным человеком, мягким и так далее. Жены от него сбегали, значит, почему? По одной простой причине, что они не выдерживали тех норм воспитания, которые он пытался водить, будучи, ну, приверженцем одного, скажем так, псевдодуховного учения. И одно, к чему я говорю, одно из, один из пунктов этого звучит так, что женщина, когда она рожает, она не имеет права кричать и проявлять то, что ей больно, типа надо держать себе. К жизни реально это не имеет никакого отношения. То же самое ребенок, это человек живой, у него есть эмоции и прочее. Если он их себе подавляет, как это делают взрослые, ничего хорошего из этого не будет. То, что взрослые некоторые бесчувственные по воспитанию, это не значит, что их дети тоже должны быть такими. Разумеется, мальчик не должен быть с плаксой, должен быть сильным и так далее, но это не значит, что они имеют право на эмоции и их проявление. Это патология. Я думаю, что здесь надо различить слезы и капризы. Разумеется. Да, капризы, да, а вот слезы, это нормально. Это естественное проявление эмоционально. Знаете, когда-то давно, много лет назад, мне понравилась одна фраза. Прошу человека, который спрашивал это, подумать об этой фразе. Фраза такая. Самый большой порог сердца – это когда оно не знает боли. Все, я сказал. Да, мы ответили. Сообща. Следующий вопрос. Как можно восполнить запас энергии, не прибегая к эмпиризму? Когда у тебя вытягивают энергию на работе и дома, как противостоять потере своей энергии? Я отвечу. Это вариант медитации, который может проходить, скажем, для каждого своеобразно. Это может быть отдых, это может быть музыка, это может быть, я не знаю, картинки, книжки, фильмы, там, шум моря. Это может быть просто посидеть, отдохнуть. То есть это вот присутное ощущение комфорта, которое нужно прийти. Это может быть ванная, это может быть там душ. Можно эсэфа послушать, включить какую-нибудь медитацию. То есть оставаясь наедине с собой, погружаясь вот в расслабленном состоянии, в контакт. Ну, грубо говоря, это контакт с окружающей средой, контакт с космосом. Пути могут быть самые разнообразные. Это зависит от того, что для вас является приятным, комфортным. Я немножко дополню о важном. Маркадий рассказал о том, как можно восстановиться. Методы активного, пассивного отдыха, питания, эмоции. Но вопрос этот был в основном в другом. Человек говорит, что его постоянно объедают, теряют энергию на работе, там прочее, прочее. А вот если человек это допускает, это происходит, это происходит. То есть вопрос основной не в том, как восстановиться, как сделать так, чтобы человеку самому даже измениться, прежде всего, чтобы он не был дойной коровой там для кого-то. И более того, иногда люди сами провоцируют это, им это нужно. Вот вопрос, скажем, да, чисто психологический момент. Человек спрашивает, да, как восстановиться, а не спрашивает, как не допустить. Именно. Это как раз отношение к себе, да, то есть грабьте меня, бейте меня, да, вот потом только скажите, в какую больницу пойти, чтобы синяки подлечили. Да, а вот никто не спрашивает, а как же сделать, чтобы не били меня. Вот это, это идет из семьи. Ну, опять-таки, если будет такой вопрос, мы тоже как-нибудь ответим. Ну, для начала, пусть будет вопрос. Да, специально сейчас отвечать не будем. Подождем, пока человек созреет, чтобы этот вопрос задать. Либо не созреет. Некоторым именно так и выгодно жить. Ну, кому-то это нравится, на самом деле. Следующий вопрос. Часто говорят, что дети с аутизмом – энергетические вампиры. Ну, то есть, стоит знак вопроса, то есть, видимо, имеется в виду, правда ли это. Я думаю, что это однозначно неправда. Нет, это неправда. Я об этом сказал. Я видел, что мелькал этот вопрос. Я специально подчеркнул, что независимо от особенностей личности ребенка – это личность. Со своими особенностями, которые надо учитывать, которые также надо уважать. И теперь мое дополнение. Ну, как можно понять, у нас достаточно большой опыт наблюдения. Разных ситуаций, оказание помощи разным семьям из разных стран мира. С разными ментальностями, с разными жизненными укладами и так далее и тому подобное. Но очень кратко говоря по поводу этого вопроса. Ребенок с аутизмом по природе не есть вампир или потребляющая сторона. Это обычный ребенок. Другой момент, что он так же, как и любой обычный ребенок, может стать манипулятором. И называется сесть на шею окружающим и вытягивать их силы, скажем, это так. Внимание постоянно к себе привлекать и так далее. Но это так же, как и любой ребенок. И, скажем прямо, не только ребенок. Это раз. Второе. Когда я слушал то, что Аркадий замечательно рассказывал полчаса назад по поводу технологии производства маменькиных сынков, постановки в зависимости детей от родителей, делая их недееспособными практически, я поймал себя на мысли о том, что многие, ну, некоторое количество из тех даже, кто сейчас присутствует, могут обидеться аналогией тем, что практически они это делают по отношению к собственным детям. Утверждая, что он же ничего не понимает, а что с него как бы взять? Вот это вот неуважение, оно и приводит осознанно, неосознанно к тем всем моментам, о которых вот доктор Аркадий рассказывал. И для многих родителей это огромная ломка себя, самих, как содействие тому, чтобы ребенок стал самостоятельным. Вероятно, здесь играют роль еще те моменты энергетические, о которых рассказывал Аркадий, которые все эти моменты, они есть в любых отношениях между людьми и не только людьми. Это как бы естественная часть нашей жизни, нашего существования. Мы все друг с другом как-то связаны, как-то взаимодействуем, вне зависимости от того, хотим мы это признать или нет. Но сейчас речь о другом, о том, что товарищи родители, пожалуйста, проявляйте любовь к своим детям и не только к ним, уважением. Если нет уважения как к человеку, как заботы о том, что его будущее стало замечательным, когда нет уважения к нему как к личности, это не любовь. Это все, что угодно, но не это. Это пользование этим режимом, это реализация комплекса вины перед кем-то. Все, что угодно, но это не любовь. Вы это должны прямо себе сказать. Закончено. Следующий вопрос. Можно ли эту лекцию разместить в Фейсбуке, в смысле запись? Мы это сделаем в Ютубе. Следующий вопрос. Как сделать из ребенка сильную и правильную личность? Если я, к примеру, такой не являюсь личностью, как я могу это научить своего ребенка? Мы об этом подумаем, как это сделать. Во-первых, вопрос всегда такой индивидуальный. Аркадий, прошу прощения, что я вмешался уже по инерции. Во-первых, это всегда, потому что речь идет о маме сделать, например, сильной, уверенной. Это индивидуальный вопрос. А общие примеры, общие подходы того, как это сделать, вот мы сейчас это с Божьей помощью и будем делать. Мы создаем сейчас международный методический центр по разработке нестандартных методов и подходов для помощи в выздоровлении и развитии детей, подростков и их родителей. Имеется в виду дети, подростки с особенностями. Вот это будет один из тоже серьезных моментов, который мы должны будем разработать. Найти правильные слова, которые и подходы, и методы, которые могут помочь многим людям. Но что касается индивидуального вопроса, это только индивидуально. Первый шаг, первый шаг мама уже сделала. Раз такой вопрос возник, значит, она уже понимает, что что-то не так. Это вот первый шаг, это, наверное, главный момент. Да, это радует. Да, это радует. Многие не станут этого шага сделать. Так, следующий вопрос. Всегда, когда делаешь замечание ребенку, он недоволен. Это что, вампиризм? Я думаю, тут речь еще о вопросе должен включить в себя возраст ребенка. Во-первых, возраст. Во-вторых, что значит замечание? Одно дело сказать, да, так делать нельзя. Другое дело прочитать лекцию на тему, вот какой ты дурак, что ты этим занимаешься. Это разные. И показать, как правильно делать при этом. Да, естественно. Если, смотрите, вот есть два пути, допустим. Ребенок моет посуду, он разбивает тарелку. Первый путь – это сказать, вот ты без руки, иди отсюда, я все сделаю сама. Вот это путь ведущей к катастрофе. Другой путь – сказать, что ничего страшного, ты эту тарелку держи вот так и так, и тогда она у тебя не разобьется. Вперед, работай дальше. Это путь второй. То есть два разных замечания, правильно? Что ты неправильно держишь тарелку, держи ее вот так, и тогда ты не разобьешь и продолжай мыть. Либо ты без руки, не умеешь, иди отсюда, а то всю посуду перебьешь. Так, следующий вопрос. Значит, ты читал статью про митохондрию. Он нарушен на аутистичных ребенках. Ничего подобного. Я думаю, что речь идет про новомодную теорию, которая появилась, может быть, пару лет тому назад, что аутизм возникает из-за митохондриальной дисфункции. Придумали еще термин к тому же. Ее пытаются корректировать там всякими витаминами, типа L-карнитин, коэнзима, прочие всякие такие дела. Вот, значит, написано, по результатам исследований наблюдается от 30 до 80% общее улучшение. Ну, я не знаю, существуют ли такие исследования, лично я про таких не знаю. Нет, я с вами согласен. Доктор Аркадий, либо доктор Римма должны про это... Я сразу скажу, что действительно наблюдается серьезное улучшение. Даже не с 30%, а с 100% наблюдается улучшение материального состояния компаний, которые продают эти препараты, и врачей, которые это рекомендуют. А все остальное, простите, это... Это даже не обсуждается, нет. Смотрите, клетки же работают так, как они устроены генетически. Они не зависят... Их работа не зависит от, скажем, особенностей человека. Они работают в том режиме, в котором заложена и генетическая память. Она может быть снижена, выработка энергии, но причины должны быть, ну, скажем, вот определенная какая-то группа людей, у которых генетически вот это перетекает из поколения в поколение. Никакого отношения к аутизму, к ДЦП, к прочим заболеваниям не имеют. Конечно, митохондрия – это такая действительно энергетическая как бы станция, фактически для выработки там специфического вида биологически активных веществ, который называется АТФ, и усилить работу и перевести ее там на КПД какой-то более высокий, к сожалению, как бы ничем невозможно. Это ритм у каждого свой, у каждого человека свой. И что, например, там определить нормой, а что определить в этой ситуации патологии, совершенно неизвестно, и никто этим никогда не занимался. У каждого своя норма, никто это не будет. Да, никто никогда не занимался. Мы знаем, для чего они, мы знаем, как они работают, но мы совершенно не умеем, естественно, каким-то образом, это все равно, что я не знаю, сказать, что мы сейчас выпьем с вами несколько таблеток л-карнитина и усилим процесс или ускорим процесс старения клеток. То есть нет, исследования, естественно, никто не проводил. Это действительно больше плюс для коммерческих фармацевтических компаний. Это замечательно, как и многое другое подобное, но замечательно помогает тем, кто на это зарабатывает. И наверняка их действие тоже в какой-то степени опосредовано материально. Но так, кто участвует в этом, ну не эксперименте, а как бы чьем-то способе зарабатывания, ну, скажем так, нам такие примеры неизвестны, что кому-то это принесло больше. Так, следующий вопрос. Как научиться не отдавать энергию на работе и дома? Мне кажется, что это тема для отдельной лекции, нет? Да, мы уже говорили, что это... Типа, а вот вы нам скажите, и типа все. Нет, это должна быть работа сама. Почему? Можно как бы научить человека методикам, как это делается. Это не так просто. Это индивидуально каждого. Это не вопрос для общества. Человек со мной связался, потому что тут нужно понять, каким образом, кто, каким образом вам перед, как это происходит. Алексей Аркадий, я специально даже и не думал отвечать на такой вопрос, потому что за этим вопросом может стоять еще такое, что человеку это выгодно, удобно, нужно. Потом он спрашивает, конечно, для проформы, для очистки здоровости, но практически у человека, например, активное, сформированное, например, с детства чувство вины, вбитое в него. Ну, и не физически имею в виду, именно импрентированное, то, что называется, язык и психология, как бы по-другому вбитое. Внесенное, как бы, по-моему, его желание. И он будет чувствовать себя несчастным. И если жизнь не будет предоставлять для этого основания, он их будет создавать. Поэтому говорение тут, оно бессмысленно, в случае, если не затрагивается корень. Зачем человек делать себя несчастным? И чтобы с него там как-то кушали. Это один из вариантов. Я не сказал, что это именно то. Я даже не знаю, кто это спросил. Но просто к тому, что это несчастное время, не место об этом говорить. Next. Следующий. Все. Вроде как закончилось. Можно вопрос? Можно. Здравствуйте, во-первых. Вопрос такой. У многих здесь присутствующих наверняка есть знакомые или родственники пожилые, которые все время любят поплакаться. Какие они несчастные, какие бедные. Как у них все болит. Кости ломят, ноги выкручивают. Что у них бессонница. И вот после того, как их послушаешь, конечно, чувствуешь себя выжатым, как лимон. Буквально вчера со мной произошел такой случай. Я иду по улице, меня обгоняет бабулька, незнакомая вообще. Равняется со мной, идет со мной шаг в шаг и говорит. Боже мой, какая жизнь настала. Вот скоро война, наверное, будет. Надо к войне готовиться. А не дай бог ядерная. Так все ж люди помрут. И вот понастроили тут домов таких-то, стоят как гробы. Боже мой. Мне стало так плохо после этого. Я скорее перешла на другую сторону. Это вопрос к себе, не к бабульке. Нет, я отвечу. Я отвечу. На самом деле, это все очень просто. В таких ситуациях вы резко переводите разговор. Это очень хорошо помогает. Человек просто либо замолкает. Нет, Аркадий, это не помогает по сути. Те, кто это делают сознательно, они к таким ситуациям привычны. Подождите, я думаю, здесь сейчас путаница небольшая возникла. Ладно, Тида, давайте оставим это. Дайте я немножко ответить. Значит, тут есть некоторая путаница. Во-первых, да, есть пожилые и больные родственники. И очень многие из них такие действительно являются вот этими классическими энергетическими вампирами. И с ними нельзя, например, в одну комнату селить детей. То есть есть куча случаев, когда там ребенок живет в одной комнате с больной бабушкой. Бабушка живет и живет и живет, а ребенок болеет, болеет и болеет. Вот, это один вариант. Вариант, как встретили постороннюю бабушку где-то там на улице, которая стала говорить какие-то гадости, и от этого стало плохо. Это не совсем вампиризм. Это, скажем так, немножко по-другому называется. И от этого нужно просто учиться закрываться. То есть, ну, говорит какая-то там бабушка. Мало ли, что она себе говорит и зачем. Какое это отношение имеет лично к тебе? Понимаешь, ты идешь мимо. Зачем тебе? Ну, что-то она сказала. В крайнем случае, если она там от тебя чего-то хочет, ну, улыбнись ей и скажи там, скажи, вот погода хорошая. Или там еще что-нибудь. Так вот, включите разговор. Да. Если есть настроение, можно попробовать ее переиграть, да? Давайте оставим. Мы же немножечко не в ту сторону. Я не знаю, кто спросил. Я думаю, ты можешь поблагодарить эту, как вот тут написано сейчас, бабульку, за то, что она помогла тебе увидеть то, что ты в себе должна улучшить. Подумав о том, что вот ты вот так отреагировала, тебе стало плохо. А другому бы человеку, скажем, мне бы такое рассказали, был бы совсем другой результат бы. Ну, абсолютно. И вот этого вот у меня, например, состояния выжатого, как лимона, не было бы. А что другое было бы? То есть ты ее, на мой взгляд, можешь поблагодарить за вот такой, скажем так, урок, скажем так, и повод увидеть, что ты в чем-то должна быть, измениться в лучшую сторону. А при этом, естественно, то, что в корне этого должно быть изменено, потому что при такой склонности и без всякой бабульки, как-то я использую просто это выражение, которое было использовано, или еще кого-то, будет вот это состояние выжатого лимона по любому поводу и без. Поэтому бабушке скажем спасибо за то, что она помогла увидеть то, что ты можешь в себе улучшить. И вперед с улучшением, да. Не стоять на месте. Дальше вопросы про бабулик. Я чувствую, тема актуальна. Я не хочу на эту тему показать. Поэтому я думаю, пора заканчивать. А я закончу тогда злобной фразой. Нече на бабулик кивать, когда рожа крива. Нет, бабулька крива. Потому что внешний мир, он такой, какой он есть. Надо его воспринимать адекватно и без страха и прочее. Вы еще учите, есть какая-то разница. Не только ребенок, но и родитель должен быть сильным. К вопросу о бабульках. Бабульки совершенно по-разному обращаются с женщинами и с мужчинами. Поэтому женский опыт, он чужд и непонятен мужчинам. Поэтому, если хотите про бабулик, то можно это обсудить отдельно. Я думаю, лучше обсудить другое. Как не стать в старости, например, бабушками, которых называют бабульками. Это само собой, да. Это вот, я думаю, самое основное. Давайте сначала обсудим, когда в старости дожить. Мы этот вопрос практически обсуждаем. Это еще не обсуждаем. В обсуждении никому ничего не дают. Мы стараемся активно этому содействовать. Вот. Тогда на этой радостной ноте мы и закончим. Да, вот об этом мире. Да, всего доброго всем. Все, пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok